Всем привет и сегодня я покажу вам как установить apartment on the beach, который был у меня в моем выпуске новостей новых модов для игры GTA 5. И к слову данный мод уже собрал более 14 лайков, поэтому я решил для вас его заснять, показать вам как он работает и в целом сделать на него более подробный обзор и установку. На самом деле установка этого мода очень простая и проще куда некуда. Это с помощью меню трейнера. Для того чтобы его установить этот домик, эту квартирку небольшую, вам надо скачать этот мод с этого сайта. Далее скачивайте скрипт к 5, а также меню трейнер, последней версии. Нажимаете здесь zip. Ну и теперь просто открываете моды, которые вы скачали, а также открываете корневую папку из вашей игры GTA 5. И сюда где GTA 5 у нас, где приложение GTA 5, закидываем сначала скрипт к 5, бин открываем, динпут 8 дл закидываем сюда. Я пропускаю, потому что он у меня уже есть. Скрипт к 5 закидываем, тоже пропускаю, потому что он у меня уже есть. И меню трейнер тоже скопируем сюда в папку из игрой, закидываем его туда. Я тоже пропускаю, потому что он у меня уже есть. Далее у нас появилась папка меню став. Заходите в нее после того, как вы скопировали меню трейнер и заходите в меню спунер. Здесь папка такая. И здесь заходите apartment in the beach и копируете этот apartment in the beach. Вашу папку Spooner Вот я его себе скопировал И теперь все, наша установка мода завершена Запускаем нашу игру Таким способом вы сможете установить любой дом С помощью меню трейнера У которого в описании написано меню трейнер Ну и вот наша игра GTA V запустилась И теперь просто чтобы запустить этот домик Запускайте трейнер меню на клавишу F8 Два раза нажмите, если он у вас с первого раза не запустился И переходите в следующую вкладку Object Spooner, чтобы заспавнить этот домик Manage Saved Fields, заходите И здесь у нас будет Apartment in the Beach XML, нажимаете Enter И нажимаете Load Placement Сейчас он у нас загрузится И мы появимся внутри этого дома, скорее всего Видите, ребята, мы появились внутри этой квартиры И давайте выйдем как бы на улицу Для начала посмотрим, как это все выглядит изнутри И как это все сделано То есть мы находимся сейчас возле пляжа Санта Моника, по-моему, где-то здесь Виспуччи, GTA он называется, да И вот такой вот домик, где-то у нас там какой-то балкон Скорее всего этот второй, самый большой И давайте посмотрим Заходите такие вот сюда И здесь получается такая метка есть На которую нужно просто подойти И вы оказываетесь в этом доме, в этой квартире И такой неплохой весьма отсюда вид Здесь пицца стоит, там бургеры стоят Компьютер там такой небольшой Вот смотрите, ребята, какой отсюда крутой вид На пляж, там на парковку Можете себе оставить там машинки Свои, при том, что это все в реальном времени происходит Не просто какая-то картинка там такая А вот зачастую в некоторых объектах А как обычное стекло Здесь беговая дорожка, там такая сделана И еще вот давайте посмотрим ванную комнату Здесь зеркало Ванная И вот еще одно зеркало, которое Непонятно, куда оно показывает Посмотрите, там, ребята, какая-то дорога Честно говоря, не понимаю, куда это зеркало смотрит Это или какая-то черная дыра Куда-то в какую-то вселенную Которую можно телепортироваться Или я не знаю, что это за зеркало Вот, ну, в принципе, оно так работает Получается, да, вот это зеркало GTA-шки И телевизор, там сумка какая-то есть Телевизор, к сожалению, у нас здесь не работает Потому что в интерьерах таких нельзя включать Телевизор, только в GTA-шных таких можно В скриптовых модификациях Это не скриптовые модификации Это просто XML-домик такой Ну и отсюда такой крутой вид получается Как же зайти на этот балкон, спросите вы Есть один способ Просто заходите в этом меню трейнере И заходите в последнюю вкладку Здесь у нас есть Zetting И здесь где у нас Нет, не Zetting, а Miss Options И включайте себе просто FreeCam Чтобы светилось зеленым И теперь просто нажимайте клавишу F3 И вы можете сквозь текстуру пройти вот так Потому что иначе она не откроется у вас Так как уже сделан этот дом Что иначе она не откроется у вас И вы находитесь уже на этом балконе Можете себе сидеть здесь Вот Если изнутри попробовать выйти То вы не сможете выйти Потому что здесь стекло, текстура Она-то разобьется вот так вот Но, к сожалению, через текстуру вы не сможете пройти Вот видите, я прохожу Через текстуру вы сможете пройти Только нажав F3 клавишу Вот так вот И вот таким вот образом мы находимся уже вот здесь Кстати, можем посмотреть, как сделан этот домик С помощью F3 То есть видите, второй этот этаж у нас получается И здесь у нас получается Вот смотрите, как он сделан По сути, дом, эта квартира, сплошная текстура Но автор сделал так, чтобы просто построил в этой текстуре эту квартиру Вот так вот В принципе, с помощью меню можно так сделать Поставить себе маркер Телепорта такой И просто заходите себе в новую квартиру таким вот образом К сожалению, сохраняться здесь нельзя в этой квартире Только такая декорация, домика и в принципе все А так сделан он весьма неплохо Со вкусом, так сказать Гаража здесь тоже у нас нету Получается пока что Возможно, автор его здесь и доделает Хотя здесь нету заезда в гараж, по-моему Хотя вот сюда можно посмотреть Есть ли гараж или нет Нету гаража здесь Ну, такой Здесь можно поставить Хотя Вот сюда вот что ли Здесь закрыто, да Можно здесь что-то сделать Если это будет открываться Но опять-таки гаража здесь не предусмотрена С самой игрой Поэтому так Такой-то у нас получается домик, ребята Крутой Весьма неплохой Можно еще больше здесь Создавать домов Таких подобных Вот в этом доме Разнообразных, так сказать Но в принципе хватает и этого Так что вот Множество из интересных Красивых таких локаций Где бы хотелось Чтобы была квартирка Какая-то в игре GTA 5 Но к сожалению Разработчики Rockstar Здесь не предусмотрели Никакие локации Только в онлайне По-моему там можно купить Да вот Или сюжетку установить Просто такой вот мод подобный А на этом у меня все Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И до свидания Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok